Приветствую вас, друзья! В этом видео захотелось мне собрать сборку из литиевых аккумуляторов с помощью вот такого вот BMS-контроллера или же балансира так называемого. Используется он для того, чтобы контролировать ток заряда и, соответственно, аккумуляторы, чтобы заряжались правильно. Как вы все знаете, напряжение максимальное на одном аккумуляторе 4,2 В. На данном BMS-контроллере расположены 3 микросхемки с маркировкой DW018. Ну и остальные необходимые компоненты, такие как транзисторы. Вот здесь можно их увидеть. Стоят вот таких вот 4 транзистора с определенными характеристиками. Ну, как мы знаем, данные BMS-контроллеры есть на разные токи. Этот конкретный на 20 А. Буду я его использовать в детском мотоцикле, который был на основе вот такого вот аккумулятора на 6 В. Многие говорят и переделывают данные игрушки, так сказать, на литий. Так как данные аккумуляторы очень слабенькие, громоздкие. То есть, если увеличить емкость, то это, соответственно, будет довольно габаритно все выглядеть. Поэтому решено было использовать, я даже не знаю, для начала 3 вот таких вот литиевых аккумулятора. С емкостью, я думаю, это будет, наверное, больше произвольно, потому что в качестве эксперимента будет сделано здесь вот как раз вот на 3 аккумулятора, на 3 литиевых аккумулятора, литий-ионных. Ну и, как можем заметить, здесь есть отмаркировано, куда нужно припаивать каждый из аккумуляторов. А вот 0 В, это у нас, соответственно, минусовая клемма. Первый плюс аккумулятора, второй, ну и, собственно, третий. Ну и вот наш выход уже 12 В. Такая вот игрушка китайская. Ссылка в описании, кому интересно будет. Я думаю, многие переделывают шуруповёрты на литий, так как многие используют шуруповёрты в основном в плюсовых температурах. Это, соответственно, где-то в помещениях немало кто работает в мороз шуруповёртом, поэтому нецелесообразно покупать вот эти аккумуляторы никель-кадмиевые. И почему ещё нет? Да потому что не у каждого есть сварочный аппарат, который сможет точечно приварить эти аккумуляторы. Каждый из этих типов аккумуляторов, соответственно, обладает какими-то своими свойствами. Например, как и здесь, мы имеем разрядный ток чуть ли не до минимальных вольтажей. То есть, пока мы полностью не усадим этот аккумулятор. И он практически уже в нулях только перестаёт крутить. То есть, шуруповёрт, допустим. И, соответственно, имеем эффект памяти. В литии таких эффектов памяти меньше, можно сказать, практически нет, потому как, сами понимаете, мы до нуля не можем разрядить. Здесь 2,5 вольта минимальное напряжение разряда. Ну, в общем, давайте, наверное, всё-таки начнём пайку на вот этом контроллере. Сейчас припаяемся с тремя аккумуляторами. Попробуем подключить вместо свинцового аккумулятора, который был на 6 вольт. Ну, я думаю, этот двигатель примерно как на шуруповёрте, поэтому никаких последствий при этом быть не должно. Ну, и, соответственно, игрушка, этот трёхколёсный мотоцикл с аккумулятором должен уже пободрее себя чувствовать. Ну, вот насчёт ёмкости, возможно, нужно будет добавить ещё 3 литиевых аккумулятора. Тогда мы сможем уже добиться какого-то хорошего результата. Многие приобретают, значит, вот такие вот аккумуляторы от старых ноутбуков БУ. Стоят они недорого, где-то около 100-150 рублей можно купить аккумулятор. Ну, то есть, батарею, сборку от ноутбука. И, соответственно, вы получаете 6 аккумуляторов, которые ещё, возможно, поработают. Многие ноутбуки сдыхают раньше своего срока эксплуатации. Это в пределах даже до года могут умереть. Поэтому, собственно, аккумуляторы остаются вполне нормальными. Итак, вот аккумуляторы, которые, собственно, я хочу использовать. Были они в ноутбучном аккумуляторе. Батарея ноутбучная. Пришёл их час. Итак, вот 3 аккумулятора, которые я буду использовать в данную сборочку. Тоже они прям в цвет нашего балансира. Так, провода я взял где-то 0,75 от компьютерного блока питания. Провода, которые идут на разъём 4-х пиновый, на питание, на Molex, на жёсткий диск. У нас старого типа. От старого блока компьютерного. Сейчас всё это дело спаяю. Может быть, расположу аккумуляторы вот так. Я думаю, потому как смысла их разносить вот в такую вещь я не вижу. В данном случае это ни к чему. Поэтому сейчас посмотрим, что из этого получится. Ну, в итоге получилась вот такая вот аккумуляторная батарея с напаянным контроллером. Я, конечно, не знаю, что имели в виду производители, то, что здесь 20 А написано. Но фактически взять эти 20 А вот с этих вот выводов у меня не получается. Кто больше разбирается, можете отписать в комментариях, почему так происходит. Но судя по вот этой вот дорожке, которая вот здесь вот от вот этого маленького транзистора идёт к 12 вольтам, мне кажется, что 20 А здесь явно не быть. Вот. А что имеется в виду 20 А, ну, даже не знаю. Здесь видно, что есть транзисторы силовые какие-то, которые, собственно, и участвуют в прохождении такого большого тока. Ну, в общем-то, спаял я их, как показано на китайской инструкции, китайской схемке. И вот я напаял вот такие вот полторашки или два с половиной, я уже не помню, провода, которые будут подключаться вот от аккумулятора непосредственно. Нужно посчитать так, чтобы у вас разряд не был, сколько у нас там, два с половиной вольта на каждой из этих аккумуляторов, меньше чем два с половиной вольта разряда, чтобы у нас не происходило. Может быть, здесь что-то неисправно в этом контроллере, я, конечно, не могу вам с уверенностью сказать. Но дело-то в том, что вам необходим этот контроллер только для того, чтобы вы могли нормально заряжать ваши банки, чтобы к ним была зарядка до 4,2 вольта, больше, чтобы не заряжались они. Ну, и, соответственно, ток также ограничивался на каждой из этих аккумуляторов. Ну, вот, значит, как этот девайс выглядит, в который я собираюсь встраивать этот аккумулятор. Ну, и здесь был 6-ти вольтовый обычный аккумулятор, который вы видели в начале видео. Вот такой вот детский мотоцикл. В нём место, как вы видите, огромное. То есть сюда можно поставить как два 6-ти вольтовых последовательного аккумулятора, так и сборку из шести, например, аккумуляторов литиевых. То есть беспроблематично это всё сюда входит. Ну, вот, значит, аккумулятор туда встроил, в этот мотоцикл. И всё уже работает. Крутит гораздо круче, чем было раньше на 6-ти вольтовом аккумуляторе. Ну, это, в принципе, и нормально. Сейчас будем пробовать в деле. Ну, что ж, друзья, вот так вот получилось у меня заменить литиевые аккумуляторы вместо вот такого вот свинца. И я рад, в принципе, что так получилось, потому как сейчас потоку видно, что большой рывок со старта у данного мотоцикла. Ну, и, соответственно, если вы замените в своём шурповёрте вот эти никель-карниевые, то, соответственно, поток у вас тоже будет всё прекрасно. Крутить он будет замечательно, даже лучше, чем на старых аккумуляторах. Поэтому всем советую менять литий, ставить, вернее, литий. И заказывайте себе вот такие балансиры для зарядки, потому как, сами понимаете, если не будет контроля по заряду, то, соответственно, эти аккумуляторы прослужат меньше, а могут даже и взорваться, если вы перезаряд сделаете. Вот такой вот получился видос. Всем спасибо, кто смотрел видео до конца. И увидимся в следующих видео. Всем пока.